Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос. 2830-й». Физики пишут, что в малых городах России идут эксперименты над людьми с помощью специальных генераторов, работающих на основе электромагнитных излучений и торсионных полей. Эти генераторы могут внушить людям любую мысль. «Люди, живущие в этих городах, даже и не подозревают об этом. Как защититься от таких воздействий?» Отвечает Игнатий Лапкин. «Не видел эти генераторы и не знаю, есть ли они, потому рассуждаю чисто гипотетически. Он может меня поразить, сгустить кровь, отключить сердце. Но мысль идет от сердца и от души бессмертной, для которой вся эта метафизика есть ничто». 1 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Иона был в очреве кита, и это не смешало его мысли. Иона от желудочного сока не погиб. И электроволны, биотоки зверя не смутили его душу». Иона, 2 глава, 2 стих. «И помолился Иона Господу Богу Своему из чрева Крита. Отроки же были в раскаленной печи, и их мысли были подвластны только им и угодны Богу». Даниил 3, 25. «Истаф Азария молился, и, открыв уста свои среди огня, возгласил. Дьявол сильнее всех генераторов, но и он не сможет сбить с молитвы, когда мы молимся напряженно. Но стоит только отвлечься на молитве, то дьявол и генератор скочат на человека, как сказано в житии Илариона Великого. Японцы давно это поняли, и выключать все электрическое советуют хотя бы на один день в неделю». Псалом 38, 4. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим». Третья ездра, 3 глава, 1 стих. «Был я в Вавилоне и смущался, лёжа на постели моей, и помышления восходили на сердце моё». «А если бы тут были генераторы, то разве они могли бы изменить настрой пророческих мыслей и устремлений?» «Так что не верьте в генераторы, на верующих это совершенно не действует, и все колдуны гипнотизёры с соломой вихрей при лицом Божием». «В электросварке варится железо, слепя сверканием с полохами света. На всё нам электричество полезно, чуть прикоснись к нему, ему же отпеты. Его открытие и что затем пришло, не поддаётся описанию в книгах. Оно всё бывшее подвинуло на слом, на всех своё накидывая иго. «Разнообразие света, холода и жара, движение и вращение молекул и частиц. Всё от него, божественного дара, и в рыке зверя, и в полёте птиц. Компьютер, телефон и телевизор, и сдохнут без него металлогруда. Свидание без моторов нам не сблизить, без двигателей на незримом чуде. И в сердце биотоки, и в любви, в ненависти и в могильном тлении, То в молнии её страшащий вид, то оплавляет при зачатии клеммы. От электричества и в келье не спастись, оно искрится в мантии монаха. В нём смерть тяжала, эликсир жизнь, висели в нём не менее, чем страха. Изобретатели с ума сошли на нём, изобретая чип на куполе подсветки. Работает ночами, как и днём, стул электрический под задницей нередко. Кладовая в магнитной оболочке, вращение рамочки обмоток неприглядных, С салютами по нервам нам полощет, и в проводах оборванных проклятием. Сам Иегова – свет неизреченный, сын человеческий, как молния грядёт. На биотоках строится лечение, а кафе строится из-за электроток. 2.11.05. Игнатий Лапкин